Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и греши. Мы записываем Новый Завет толкованием Блаженного Феофилакта и другими святыми отцами. Итак, сейчас идет послание Якова. Глава 2, 1 стих. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Толкование Блаженного Феофилакта. Кто делает что-нибудь с лицеприятием, тот навлекает на себя большой позор, как неуважающий однородного и прежде него самого себя. 2, 3 стих. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сеть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь, у ног моих. Толкование. У евреев, кажется, особенно в обычае было носить перстни. Но при этом иной скажет, может быть, что если Яков есть учитель завета Христова, то почему не прекращает подзаконного, но еще возвышает оное, принимая остающихся в благочестии подзаконном, а не порицая их. Такому мы отвечаем, что теперь Яков беседует с ними поближе и снисходит их немощи, чтобы тотчас, отменив закон, не заставить их отступиться от него по новости учения. Но он ведет дело осознавательным расчетом, уступив настолько, это было безвредно для него. В Новом Завете и подзаконным обрядом. Ибо чем отвращало его от веры Христовой соблюдения субботы или пост и воздержания от снидей? Через эту уступчивость, завладев их вниманием своим собственным словам, он мало-помалу убеждает их отставать от подзаконных обрядов, как бесполезных и ведущих к рабству, а не к свободе, подаваемой во Христе. И так, мудро пользуясь небольшими уступками, он предложил приличное христианам, как раз тогда, когда они беспрепятственно внимали его словам. Четвертый стих. То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями худыми мыслями? Толкование блаженного Фефилакт. Не пересуживаете ли, то есть вы испортили приговор свой, не сделав наперед никакого исследования о том, рачителен или бедный, или ленив богатый. Но ваше неразвлечение перевело вас к лицеприятию, заставило вас одного похвалить как богатого, а другого презреть как бедного. Стали судьями несправедливыми, поддавшимися лукавству из лицеприятия. Пятый-шестей стихи. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которые он обещал любящим его, а вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Полкование Блаженного Фефилакта. Чем же богаты? Верою. Ибо неотъемлемый мир бедных, когда они перейдут к вере, делает их сильнейшими богатых. Посему и Господь избрал таковых в ученики и явил наследниками царства. Седьмой-тринадцатый стихи. Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию «Возлюби ближнего твоего, как себя самого», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон, если грешит в одном чем-нибудь, то становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «Не прелюбодействуй», сказал и «Не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Палкование. Кто согрешает в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем, потому что не имеет совершенно любви. Или любовь есть глава всего доброго. А когда нет головы, и все остальное тело ничего не значит. А что об этом он говорит, видно из предыдущего наставления. Заповеди «Не прелюбодействуй», «Не убей» указаны для примера. «Примечай, что и они взяты из закона, относящегося к совершенству любви. Ибо кто любит ближнего, тот не будет ни прелюбодействовать, ни убивать, потому что такие дела свойственны врагу. Если бы не так, то никто из людей не уцелел бы, потому что никто не соблюдает всех заповедей. Но кто соблюл чистоту, тот побеждается иногда гневом. Кто творит милостыню, тот нередко имеет зависть. Посему говорится не о том, чтобы вовсе не было недостатка в добродетелях, но о любви, что ее не должно совершать с недостатком, с лицеприятием. Но всецело. Тоже можем сказать и о прочих добродетелях. Кто несовершенно придерживается целомудрия или справедливости, но нечто опускает, тот, хромая в исполнении, вредит всему делу добродетели. Итак, под словами «весь закон» должен разуметь закон о любви, о которой речь у апостола по преимуществу. А законом свободы он называет нелицеприятие, ибо действующий по лицеприятию не свободный, но раб, потому что кто кем побежден, тот тому и раб. 2 Петра 2,19. 14 стих. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Толкование. «Если мы простили ближним согрешение их против нас и из имения своего уделяем часть нищим, то и нас восприимет милость Божия, когда будет судить наши поступки». «Совершение всего важно напротив. Тяжкое осуждение тем, которые не оказали благорасположения к подобным себе, тех, которые не сжалились над ближними, согрешившими против них, постигнет осуждение злого раба». Матфей, 18 глава, 32-35 стихи. «С воздаянием по молитве, в которой мы просим у Бога простить нам, как и мы прощаем согрешившим против нас». Матфей, 6-12. «А тех, которые не милостивы или жестоки к нуждающимся в телесной помощи, встретит суд без милости. Хвалится милость на суде, ибо милостивые по изречению Господа помилованы будут». Матфей, 5-7. «Или иначе, милосердие к бедным могло доставить прощение даже идолослужителям, как мы слышим от пророка Даниила, 4 глава, 24 стихи. «Чего же не доставит оно людям верующим? Мне кажется, действие милосердия сходно с тем, что производит елей древесный, наборящийся на поприще. Борцы, намаченные елеем, легко ускользают от захватывания своими противниками. Так и наше милосердие к бедным даст нам на суде возможность избежать нападений со стороны бесов». 15-16 стихи. «Если брат или сестра ноги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, греетесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы толкования? Покажи мне дело, по которому я придал бы тебе название верующего, ибо в этом дело веры. Слова же его значат, если кто делом не докажет, что он верен Богу, то такого не нужно и называть верным, ибо не тот верен, кто просто называет себя Господним, но тот, кто любит Господа так, что за веру в Него готов и на смерть. А что такая у Него мысль, это видно из примеров, ибо Он говорит, что Авраам делом доказал, что верен Богу, когда первородного своего принес во все сожжения. Подобный Ираав, веруя, презрела смерть». 17-19 стихи. Ты говори Иаков, почему ты дальше не читаешь? Иаков, 17-19 стихи. Ну, как это так? Кто-то будет слушать, что глава скажет? Трудно назвать. Ну, я вчера читал «Деяния на называние». Нет, я говорил, что толкование блаженна в пепелаках. Это надо бы два раза назвать, а дальше уже и так понятно что толкование. А про это я даже и не думал, и не говорил, что начнешь выбрасывать. «Так и вера, если не имею дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут». Вот это место как раз говорит, «А ты, я покажу свои дела». Так это, ты похвалился. Ну, конечно, Павел говорит об этом. Благодать Божия мне позволила делать, а тебе не позволила. А ты злобишься, стоишь за забором, и плюешься. Покажи без дел твоих, которые нападают. А у них ничего нету, совершенно ничего нету. Ни имени, ни фотографии, ничего нету. А такие дела вокруг, жизнь-то уходит. Протявка на чужую колокольню-то, и ничего и нету. Толкование. Это не противоречит словам блаженного Павла, ибо слово «вера» употребляется в двояком значении, иногда означая простое согласие ума с явлением, так как мы обыкновенно и это называем верой. Почему и бесы веруют о Христе, что он Сын Божий. И опять же, именем веры мы называем сердечное последование, соединенное с твердым согласием. Божественный Иаков наказывает мертвой верой простое согласие, как не имеющее, одушевляющее оно и дел. А Павел говорит о вере сердечной, которая отнюдь не лишена дел, ибо вне имеющим честных дел ее и не было бы. И Авраам получил ее не прежде, чем решился отвергнуть отцовскую немощь, за каковой подвиг и данная вера в награду. Но Павел почитает ее выше дел закона, выше покоя субботнего, обрезания и прочих очищений, ибо и в слове дела усматриваются два значения. делами называются дела, подтверждающие веру, не имея которых она остается мертвой. Делами называются также дела закона, без которых оправдывается Авраам и все христиане, ибо кто станет противоречи тому, что к нечистому не приступит вера, разумея веру дел. Как мира не может сохраниться в сосуде полном грязи, так и в человеке нечистом не будет находиться вера Божия. Итак, божественные апостолы не разноречат друг другу, но, принимая слова в различных значениях, каждый употребляет он и в своем значении, где нужно. Яков 2, 20-23 Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенника Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Толкование. Пустым называют человеком, который хвалится одной только верой, потому что не осуществляя ее, в делах он не приобрел никакой полноты. Оба апостола приводят Авраама в подтверждение учения своего веры. Один примером Авраама доказывает, что вера выше дел, а другой, что дела выше веры. Но выше сказано, что каждый принимает слова вера и дела в своем значении и берет полезное для него в подтверждение своих мыслей. Впрочем, некоторые отцы понимали это таким образом. Авраам, удаленный временами, есть образ той и другой веры, и той, которая до крещения, которая не требует дел, а только одной веры, исповедания, спасения и слова, которым оправдываемся мы верующего Христа, и той, которая после крещения, и которая соединена с делами. Так, Дух Святой, говоривший в них, оказывается не противоречащим себе. Одна вера оправдывает приходящего одним только исповеданием, если он тотчас отрешился от жизни, ибо у него нет дел, но для него достаточно очищения через крещение, а другая требует выказывания добрых дел от уже крещеного. С этим согласен и Павел. В другом месте он говорит и учит, что вера после крещения требует усовершенствования через дела, когда говорит не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Галата 5.6 Но любовь для своей полноты требует много мудрости. Авраам был образом оправдания через одну веру, тогда, когда поверил, что это вменилось ему в праведность. Бытие 15.6 А образом оправдания через дела был он тогда, когда возложил сына на жертвенник, ибо он не только сделал дело, но и не отпал от веры относительно Исаака, что потомство его умножится как звезды, но помыслил, что Бог воскресит его из мертвых. Евреям 11.19 Подобным образом Павел свидетельствуется и Давидом, ибо Давид Духом Божиим знал, что некогда придет вера Христе. Почему говорит блажен человек, которому Господь не именит греха? Солом 31.2 Иаков 2.24-26 Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верует только? Подобно Ираав блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Толкование от дел незаконно, как сказано, например, обрезанием и подобными, но от дел правды и подобных добродетелей. Иаков глава 3, 1 стих Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Толкование Некоторые берутся учить тому, чего сами не совершали. Такие учителя не получают никакой пользы, но подлежат большему осуждению. Ибо кто учит тому, чего сам не делает, как имеющий будто бы это, тот достойен осуждения за то, что грешит своим языком. Чтобы обстоятельнее подтвердить это, говори, что если в ином случае язык обыкновенно грешит от невнимательности, за что и не избежит осуждения впавшей воную, как учит Соломон притча 12-13, то как избежит неизбежного наказания тот, кто намерен грешить языком, кто учит тому, чего не изучил на опыте. 3-я глава 2-й стих апостол Иаков «Ибо все мы много согрешаем кто не согрешает в слове тот человек совершенный могущий обуздать и все тело все мы много согрешаем толкование проводя жизнь невнимательно и неродиво что ни один человек не избегает греха это подтверждается удобоподвижностью языка отсюда же видно что ни у кого нет совершенства ибо кто не согрешил языком своим если же кто преодолеет удобоподвижность языка своего тот способен хорошо управлять и всем телом ибо кто удержал очень склонное к падению тот с меньшим трудом при внимании возгосподствует над тем что падает медленно Иаков 3-3 вот мы влагаем удила в рот коням чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их толкование упомянутая возможность обуздать все тело подтверждается примерами удилами на конях рулями на кораблях так и язык должно управлять здравым разумом хотя он бывает миром неправды в употреблении черни ибо миром называть здесь апостол множество язык есть украшение естества человеческого ибо мы посредством него сообщаем друг другу свои мысли однако нетрудно заставить его двигаться благословно и так как пожелает распоряжающийся им сохраняя язык пачи зеницы ока язык есть царский конь если ты наложишь на него узду и научишь его ходить равномерно то царь спокойно будет сидеть на нем если же поступишь пустишь его бежать и скакать без узды то он сделается колесницей дьявола яков хотя он хотя он мал но делает великое он зажигает нам великий костер потому что и сам есть огонь прикрашивает неправду красноречием и изяществом оскверняет тело убеждая женщин приманками через соблазн совершает убийство клятва преступлениями присвояет чужое воспаляет круг гиены будучи сам воспаляем от гиены как видно на богаче страждущим в пламени языком лука 16 24 яков 3 глава 5 6 стихи так и язык небольшой член но много делает посмотри небольшой огонь как много вещества зажигает и язык огонь прекрасно неправды язык в таком положении находится между членами нашими что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни будучи сам воспаляем от гиены толкование он небольшой член а делает много то есть зла и добра так и язык мир неправды есть огонь ибо как огонь все истребляет так и он некоторые под миром разумеют здесь множество как и в словах мир его не познал иоанн 1 10 язык есть мир то есть скопище неправды яков 3 глава 7 8 стихи ибо всякое естество зверей и птиц присмокающихся и морских животных укращается и укращено естеством человечески а язык укоротить никто из людей не может это неудержимое зло он исполнен смертоносного яда толкование иной скажет что язык хотя небольшой член но производящий много добра и зла трудно покорить нашей воле но это не оправдание ибо если человек укрощает зверей отличных от него по природе то тем более может он укоротить свой собственный член яков 3 9 12 и им благословляем бога и отца и им проклинаем человеков сотворенных по подобию божию из тех же уст исходит благословение и проклятие не должно братья мои всему так быть течет из одного отверстия источника сладкая и горькая вода не может братья мои смоковница приносить маслины или виноградные глаза смоквы так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду толкование апостол хочет тронуть слушателей если нам повелевается всех благословлять ибо злоречивые не наследуют царство божие 1 коринфянам 6 10 то как не стыдно потреблять одно и то же орудие на зло и на добро никто из благоразумных не будет мешать одним и тем же орудием грязи мира молишься ли не преклоняй врага не проклинай врага ибо между молитвой и проклятием большое расстояние если не простишь оскорбившего тебя то и сам не получишь прощения и проклятие сам на себя привлечешь когда будешь молиться чтобы тебе прощены были долги так же как сам ты прощаешь должникам своим Матвей 6 12 Иаков 3 13 16 мудрый там неустройство и все худое толкование люди любящие начальствовать и хвалящиеся мудростью мира сего проповедовали наперекор православным учителям завидуя им и примешивая человеческое к божественному чтобы привлечь к себе слушателей новизное учение отчего и ереси произошли посему окончив слово об опрометчивости и необузданности языка апостол обращает речь на зависть которая рождается в людях от подобной же безрассудности и говорит что такие учения не свойственны истинным учителям потому что истекают не от божественной мудрости но от бесовской все эти нападки бесноватые говорят сказал же он это непредварительно похвалив доброго учителя а так как ревность может иметь приложение и к доброму и к худому ибо ревность есть пламенное стремление души к чему нибудь с некоторым уподоблением тому чему есть рвение то апостол прибавил горькую чтобы показать о какой ревности говорит он сварливость же есть неодобрительная страсть к спорам называется так и оговор со злоречием комментарий Игнатия Лапкина эта заметка блаженного феофилакта сегодня более всего касается православных священников и архиереев и всех православных Яков 3 17 Но мудрость сходящая свыше во-первых чиста потом мирна скромна послушлива полна милосердия и добрых плодов беспристрастна и нелицимерна плод же правды в мире сеется у тех которые хранят мир толкование чиста то есть беспорочно не привязана ни к чему плотскому беспристрастна то есть не наблюдает разбора в пище и различных омовений Яков 4 глава 1 стих Откуда у вас вражды и распри не отсюда ли от вожделения ваших воюющих в членах ваших толкования Апостол показывает что хотя упомянутые люди присваивают себе звания учителей однако они совершенно плотские они делают весьма много противного изобретают себе удовольствие одни ищут пышного стола что осуждает и Павел говоря что такие люди служат не Господу а своему чреву Римлянам 16 18 другие желают приобрести поместья иные богатые дома иное еще иного что внушает им лукавый старающийся лишить их спасения Игнатий Лапкин комментарий И эта заметка святителя непременно заденет тех кто не ставит Библию на первое место и не живет по ней а таковых более всего и есть в православии даже после окончания семинарий и академии в диспуте с не очень опытным сектантом в течение одного часа они проигрывают по всем позициям чтобы кого-то учить и притоп по слову Божию нужно знать Библию какое место каким растолковывается и не бояться рассматривать свою веру самокритично Яков 4.2 желаете и не имеете убиваете и завидуете и не можете достигнуть припираетесь и враждуете и не имеете потому что не просите толкования Здесь убеждают через положение и отрицание Впрочем положение умолчано как неприличное Неприличие в том что подразумеваемое в положении составляет рожжение похоти ибо похоть оканчивается исполнением чувственного удовольствия Убийство и зависть препирательство и вражда недобрые дела почему не достигают того к чему стремятся Нужно впрочем знать что здесь говорится не о плотском убийстве вражде ибо это тяжело слышать даже о разбойниках тем более верующих хотя некоторых и приходящих к Господу А мне кажется что убийцами называют тех которые убивают свои души такими предприятиями за которые у них и возникает вражда против благочестия Так и далее стих 4 назвал прелюбодеями и прелюбодеевцами не тех конечно которые таковы на самом деле но тех которые грешат против божественных заповедей примешивая к ним свои вымыслы ибо никто не стал бы терпеть учителя блудника хотя бы сам был грязнее свиньи так и о убийствах и войнах говорит не о телесных но о душевных все уберу всё Продолжение следует...